Россия не будет продлевать на невыгодных условиях контракт с Украиной на транзит газа. Сотрудники Ленинского райотдела полиции города Донецка в кратчайшие сроки задержали преступников, совершивших убийство ради наживы. В ЛНР стартовал конкурс на создание государственного гимна. Россия не намерет нам продлевать после 2019 года контракт с Украиной на транзит газа в Европу на невыгодных для себя условиях. Об этом заявил глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что строить прогнозы относительно перспектив украинского транзита – дело неблагодарное. «Однако очевидно, что продлевать транзитный договор с Украиной на невыгодных для себя условиях мы не станем», – сказал Медведев. Контракт заканчивается в конце 2019 года, а точнее в 10 утра 1 января 2020 года. Если сроковое действие не будет продлен, у нас не будет нормативно-правовой базы для дальнейших поставок газа через Украину. Сейчас стоимость транзита газа через территорию Украины составляет 2,1 доллара за 1 тысячу кубометров на 100 километров. Киев ранее заявил, что намерен поднять ту ставку до 5 долларов. Однако глава «Газпрома» Алексей Миллер в конце июня заявил, что компания была поручена договориться с Украиной о возможности продления контракта на транзит газа в Европу после 2019 года. Однако на невыгодных для России условиях контракт не может быть заключен. Киев же настаивает на внесении в документ неприемлемых изменений. В дежурную часть Ленинского райотдела полиции Донецка поступило сообщение о том, что в одном из магазинов района обнаружен труп молодой женщины. С выездом на место следственной оперативной группы Ленинского райотдела было установлено, что это молодая женщина, которая являлась продавцом данного магазина. На месте были изъяты вещественные доказательства данного преступления. Также было установлено, что причиной смерти потерпевшего являются многочисленные ножевые ранения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении данного преступления. Зломышленники покинули город, однако правоохранители выяснили их местонахождение и задержали. Один из двоих задержанных имел непосредственное отношение к данной торговой точке. Как было установлено следствие, данные мужчины хотели совершить разбойное нападение на магазин, но в процессе что-то пошло не так и они решили убить продавца. После совершения убийства они похитили из магазина сумму в 30 тысяч гривен, а также продукты питания, спиртные и алкогольные напитки. По словам злоумышленников, они знали, что в кассе магазина периодически скапливается большая сумма денег и решили ограбить торговую точку. Не должен был ее просто ударить, чтобы она потеряла сознание. Должны были связать, забывать деньги и уйти. У погибшей остались 12-летний сын и больная мама. За свои действия злоумышленники ответят по всей строгости закона. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 106 Уголовного кодекса ДНР «Убийство группы лиц из корыстных мотивов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни. На прошлой неделе у нас стартовал творческий конкурс на создание гимна республики. Положение у нас утвердил Народный совет. Мы хотели с просьбой обратиться к газете «21 век» и разместить положение проведения этого конкурса еще на страницах газет. Потому что на сайте он размещен, чтобы люди знали условия, чтобы принимали участие активно. На сегодняшний день мы в Министерстве культуры принимаем заявки. Заявка подается в письменной форме для того, чтобы закрепить авторское право. И конкурс у нас завершится к 1 октября. То есть сбор заявок до 20 сентября у нас проходит, потом работает конкурсная комиссия. Я думаю, 1 октября мы предоставим уже варианты гимна республики на рассмотрение главе Народному совету. Субтитры подогнал «Симон»